Темноте, еще лицо не видать. Ну-ка, перейдите. Сейчас я свет включу. Здрасте. Смотрю ваши ролики. Ролики ваши смотрю постоянно. Как вы живете. Вот это вот мне нравится. А вы открыто назовитесь откуда вы и что хотели? А, да я сам и из Тульской области просто хотел просто пообщаться. А как вы узнали про нас? А я смотрю ваши ролики. А как вы нашли ролики эти? Почему? Как натолкнулся? А я что-то не знаю. Что-то смотрел в интернете. И потом как-то, не знаю, наткнулся на ваши ролики. И вот начал постоянно смотреть. Как вы там в деревне, как дороги там делаете, как там обедаете, рыбачите. В общем, интересно на самом деле. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я не знаю. Это что, вот меня тоже, что ли, потом в интернете? Если вы против, я, значит, закроюсь и больше не придете. Зачем? Мы же говорим о хорошем. Нам что прятать-то? Ну, да, да, да. Я спрашиваю, вы не против? Да нет, нет, конечно, не против. Ну, говорите, какие у вас вопросы есть? Говорите, пожалуйста. Просто, ну, как бы, я даже не знаю, какие вопросы, но просто, вы живете просто по христианской жизни, смотрю, вот, ну, староверы, да, вы? Нет, не староверы, мы из староверов, мы православные. Мы официально церковь признаем, которая официально патриаршая, мы ее признаем. А, ясно, ясно. Вот смотрел, там у вас ролики еще были, там детский лагерь у вас там тоже. Это, а деревня, как же она? Я забыл, как она называется. Потеряевка. А, Потеряевка, во-во-во, там у вас красота такая. Ну, я смотрю, там пруд вы там сделали хороший. Да не один, а шесть. Шесть даже прудов? Да. Ничего себе, вообще молодцы, восстановили там все. Все, и дороги все за свой счет. За 27 лет государство ничего не выделило, ни дороги, ничего не делает. Ну, и мы не настаиваем, просто, нету, нету. Вот лагерь детский, 45 лет я был начальник. Тысячи детей подняли, ни рубля государство не дало. Только нас гнобили, давили, преследовали. Ну, да, я смотрел там, да, там смотрю, там полиция к вам что-то тоже приезжала, вы с ними разговаривали, они там ничего там. Роспотребнадзор, он душил просто. Да, да, да. Все говорят, штрафуют, полтора миллиона штраф. А у нас-то они не могли ни рубля взять. Бог так сделал, что мы остались целые. А теперь купили несколько домов, и дети приезжают уже как гости в дома. Слава Богу, слава Богу, да. Я сам верующий просто тоже человек, как бы православный. Тут недавно я в аварию попал. Вот. Бог прям вообще спас просто. Это чудо просто, я говорю. Машина вся просто вот так вот была, как консервная банка. И мы все уцелели, даже никаких травм. Да, это чудо Божье тогда. Чудо Божье. И там все говорили, останавливались и говорят, просто в этой машине никто не мог бы вообще, там трупы бы были. Так, а вы ходите в церковь, да? Да, да. А почему бороды бреете? Не знаю я. А знаете, это неверие. Бог сотворил человека по образу своему подобию. И мы должны подобию усматривать во всем. Бог так сделал мужчине, дал бороду, женщине не дал. А зачем на женщину быть похожим? Не надо. Вы что, подкаблучник? Ну, нет, нет, я не подкаблучник. Ну, так тем более, породанно даже показать вашу власть. Выбрось брыдь, вы даже не прикасайся к ней. Это язычество. Это гомосексуалисты придумали. А как бороду, вот смотрите. Вот бороду, да, например. Ну, ее вот подстригать, например. Нельзя, нельзя. Ни одной волосинки трогать. Ну, вот как я сижу перед вами? Я ее не трогаю. 50 с лишним лет. И борода... Она больше не растет, она сещется дальше и все. А, вон она. Я думал, она может там вырасти еще, там не знаю. Ну, бывает, у нее хранит. Не бывает. Были такие люди, как Ануфрий. А нет, такая она и есть. Никита-то что там еще живет у вас? Как? Колесников Никита-то еще живет там, вот. Нет, Колесников Никита. Он давно уехал на Украину. А, уехал уже? Больше года уже. А то-то он там вроде дом себе делал какой-то. Да не делал, ему подарили. Подарили, да. Но там ремонтом занимались. Да, он уехал, уехал. Вы можете его найти, где-то зарядить. У него там какой-то канал даже есть. Да нет, а зачем мне искать-то? Уехал, уехал. Что теперь? Ну, вам-то звонит он там? Нет, мы не звонят, не переговариваемся. Нет. У нас никакой связи нету. Ага. Но у нас идут занятия божественные по исследованию Библии. Он тоже приходит на занятия. Ааа. У нас занятия идут. Я вам могу скинуть даже данные о занятиях. И вы можете присутствовать. Сегодня будут они, вот сейчас, почти, сейчас я скажу, когда. Ну, вот сейчас, через полчаса будут. 18 часов по-нашему. А, ну это как это будет? Через 45 минут участвовать будут. Занятия идут, очень интересные. Вы можете присутствовать. Я вам сейчас скину, как заходить туда. И утром мы на общей молитве. На молитве можете с нами быть. Только с бородой сразу решите вопрос. Выкиньте бритву, не прикасайтесь к ней. Зачем вам? Посмотрите, Христос, пророки, апостолы. Все до единого с бородами. А безбородые, это безбожники. Это мир. Все с бородами. Это безбожники придумали все. Петр Первый, Антихрист. Библию я читал неоднократно. Если никаких вопросов нет, я вам не буду надоедать. А просто скину материалы. У нас на роликов 14 700. Да, у вас очень много роликов. Я смотрю, как бы мне неинтересно. Вот это вот, может быть, уже завтра стоять будет наш разговор с вами. Вы сами на себя посмотрите. Хорошо. Ну, если ничего нету, вопросов нету, я отходить буду. Ну, вы тогда скиньте мне там эти ссылочки. Я сразу скину вам материалы. Очень важно. Если ничего нету, то, Анатолий, прощаемся. Ну, как бы, прощаться не будем. Еще созвонимся с вами. Я вам скажу, когда. Не раньше, чем две недели один раз. Ага. А это, можно еще спросить. Вы сейчас в Потеряевке сами там ходите? Нет, в городе Барнауле мы находимся. А, вы сейчас в Барнауле, а потом на летом... В это время, 10 июня, я буду уезжать. В Потеряевку? Да. А, на зиму вы сюда уезжаете, да? Мы сюда в деревню, в Барнауле, я в Барнауле прописан. А в деревню я уезжал с детским лагерем. А сейчас к нам просто в гости приезжают, в лагере названия нету. Ну, тот же порядок, все сохранили. Ну, слава богу. А где лагерь был? А где лагерь был? Там музей оформляем. Музей. Чтобы людей научить, как образовывать лагеря. Без помощи государства. Вот будьте один из них. Организуйте себе на такой лагерь. Вам сейчас сколько лет-то? Уже много. 10 июня через 2 месяца будет 80. Ну, да, уже вот. Вот. Ну, да. Уже возраст, возраст. А по вам даже не скажешь, что вы еще такой крепенький. Вы работаете, ходите. Господь вам дал, как говорится, сил дает. Потому что, когда человек никому не завидует, он сам трудится, молится. Господь дает и силы. И силы. Я не помню, что мне столько лет. У меня как будто лет 30. Я застрял там. Все время с молодежью, с детями. Ну, правильно, правильно. Че, конечно. Я просто смотрю, это тоже, ролики. И вот. Удивляюсь. Говорю, вот как так вот. Как молодой выкидыватель. Там сайт, форум, все будет. Если ничего нет, я отхожу. Ага, на велосипеде там все.